Открытый диалог с Александром Непомнящим Ну вот и пришло время встречи с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Давайте начнем с заявления посла США в Израиле Дэвида Фридмана. Спасибо, Александр. Действительно, сегодня у президента день рождения. Мы тоже его поздравляли. И я думаю, он того заслуживает. Чтобы он, по старой доброй традиции, был нам здоров до 120. Ну и теперь к словам Дэвида Фридмана. Действительно, посол США в Израиле недавно сделал очень важное и очень серьезное заявление. Это как бы произошло между делом. Тем не менее, все сразу обратили на это внимание. Он сказал, что Израиль вполне вправе распространить суверенитет на иудею Самари. Понятно, что посол Дэвид Фридман человек очень... он адвокат. И он давний адвокат Трампа. Мы знаем, что Трамп человек, скажем так, не с каждым у него складываются хорошие отношения, но как раз Дэвид Фридман из тех, с кем Трамп находится в очень доверительных и близких отношениях. И, безусловно, это заявление Дэвида Фридмана было согласовано, нет сомнений, что оно было согласовано с Белым домом. То есть это не просто случайная оговорка американского посла, который очень, как мы знаем, симпатизирует Израилю, но это стейтмент, заявление официального лица. Так вот, самой важной частью в этом интервью у Дэвида Фридмана была фраза, в которой он сказал, что Израиль имеет право аннексировать какие-то части иудеи Самари, и при этом он не сказал, что для этого потребуется согласие палестинских арабов. И в этом действительно очень важный момент. То есть у Израиля это фактически, с точки зрения Америки, есть суверенные права на территории иудеи Самари, и это не зависит от того, что думают по этому поводу палестинские арабовы. До сих пор, или как бы мы привыкли уже, особенно после Обамы, к американской позиции, и в общем позиции, скажем, являющейся общепринятой в мире, что, мол, иудеи Самари — это спорные территории, и, соответственно, как бы если Израиль что-то хочет там сделать, он должен договориться с палестинскими арабами. Договориться, пожалуйста, не договориться, извините. И тут приходит посол США, и, в общем, как официальное лицо, а не просто как частное лицо, говорит, Израиль вправе распорядиться этими землями так, как он считает этого нужным, не спрашивая палестинских арабов. Ну, немножко истории, на самом деле, для того, чтобы как-то все это уравновесить. То есть, в 1922 году, собственно, все начинается с того, или как бы не уходя слишком далеко в историю, мы вспомним, что Британия получила мандат на создание еврейского государства в части бывшей Турецкой империи, как бы в исторической части страны Израиля. И этот мандат распространялся как на сегодняшнюю территорию Израиля вместе с Гаванами, так и на то, что называется сегодня Иорданией, королевством Иорданией. И, в общем, тут как бы мы хорошо, как бы все, я думаю, знакомы достаточно с историей, я не буду пересказывать подробности. Есть один момент, который часто упускают. Возможно, англичане, получив этот мандат, сначала решили, что действительно сейчас со всего мира, что значит со всего мира, тогда, в начале 20 века, львиная доля евреев была сосредоточена на территории Советского Союза и Польши, и США. Им казалось, что вот сейчас, когда Британия становится покровителем создания еврейского государства, евреи повалят валом в эту страну и сделают из него цветущий край. Но мы знаем, что евреи не повалили валом. То есть были первопроходцы, были волны Алии, которые по сегодняшнему, что вообще кажутся смешными, маленькими. Большого количества евреев не приехало. Да, в 20-е годы приехала достаточно большая группа польских евреев, потом многие из них вернулись обратно. Тяжело было жить, было трудно жить, все было непросто. И на фоне арабского недовольства нарастающего и на фоне понимания Англии того, что, с одной стороны, у них много колоний в мусульманских странах, и они не хотели, чтобы эти колонии, так сказать, заплывали. И, с другой стороны, они видели в сионистах, в общем-то, для них сионисты и коммунисты были синонимами. Они, в первую очередь, видели сионистов, как, так сказать, левое социалистическое движение и тоже, в общем, относились к нему с большой опаской. И вот в 22-м году Черчилль, тогдашний министр колоний Британской империи, говорит, ну хорошо, евреи не приехали, давайте разрежем эту территорию, оставим западную часть, как бы еще вот под мандат обещанный евреем, а восточную часть мы отдадим арабам, сделаем там королевство Транс-Иордании. Ну, потом оно стало Иорданией. И вот так Израиль теряет сначала три четверти территории, как бы всю Иорданию, потом еще и голланы тоже были отрезаны. Но все это, в общем, было, как бы, не в соответствии с мандатом, который получила Британия. То есть Британия, конечно, делала, что хотела. Она была Британской империей, над ней не заходило солнце и так далее, и так далее. Но, тем не менее, международного решения на это такого рода не было. И мы действительно получили страну для палестинских арабов на территории Иордании. Все, что до сих пор, как бы, вот мы видим, как Трамп, его администрация постепенно делает колоссальную работу. Сначала это был перенос посольства в Иерусалим. Потом это было признание голландских высот. Теперь это заявление, ну, что может Америка? Она же не может за нас это сделать. Она не может за нас распространить суверенитет Израиля на Иудею и Самарию. Администрация говорит, вы вправе, делайте, пожалуйста. И вы помните, что после того, как в преддверии того, как Трамп собирался переносить посольство в Иерусалим, сколько было шума и визга, как нас пугали взрывами. Они говорили, что все посольства Америки в арабских странах, не только в арабских странах, взлетят на воздух, что арабы будут в бешенстве, что мусульмане будут в бешенстве. И когда говорили о признании израильского суверенитета над Гаванами, говорили, что Асад отреагирует мощным ударом, пугали, пугали, пугали. Все эти страхи рассеялись, ничего особенно страшного не случилось. То есть, по сути, вообще ничего не случилось. Теперь нас еще очень любят пугать демография. Что же будет с демографией, если Израиль распространит свой суверенитет в Иудее и Самарии? Мы получим миллионы людей, которые нас пугают. У них когда глаза выпучены, они кричат о миллионах, о десятках миллионов, о сотнях миллионов. Благо, что те, кто их слушает, вообще не понимают, о чем идет речь. И таким образом демография Израиля нарушится. Мы знаем, что демография арабов в Иудее и Самарии очень сильно преувеличена. То есть, там же, опять же, из политических соображений они очень ловко ей распоряжаются. Например, человек, какой-нибудь араб, 50 лет назад, скажем, уехал в Бразилию и живет 50 лет уже в Бразилии. С точки зрения администрации палестинской, он все еще считается жителем Иудеи и Самарии. Человек, который живет в Восточном Иерусалиме, он считается гражданином Израиля. И он засчитывается как араб, живущий в Израиле. А палестинская автономия его засчитывает как своего человека. Таким образом, они себе насобирали лишний миллион, как минимум, так сказать, по некоторым оценкам. Таким образом, когда нам говорят, что количество арабов в пределах Израиля вместе с Иудеей и Самарией, оно практически равно, если даже не больше, количеству евреев, это ложь. Просто откровенная ложь. На самом деле, если посчитать их по-человечески, по-настоящему, те, кто реально живут, а не те, кто уже 50 лет живут в Чили, или Бразилии, или в США, или в Канаде, и не тех, кто уже засчитан как израильский гражданин арабов, то окажется, что их действительно намного меньше. Никакой демографической проблемы нет, потому что сегодня рождаемость у евреев выше, чем у арабов. И таким образом, никакой пугательности демографии не стоит. Ну, а теперь о суверенитете. В 45-м году, это надо понимать, ООН признал Израиль на всей территории, без всякой Иордании. То есть, с точки зрения ООН в 45-м году, Израиль — это вся территория, включая и то, что называется Транс-Иордании. А тот раздел, который в 47-м году был сделан, тот раздел, по которому, как бы, Израиль получил половинку, даже меньше половинки от той четверти, которая ему оставалась, как бы, от щедрот английских, и ее приняла Генеральная Ассамблея ООН, но не Совет Безопасности ООН. Поэтому решения Генеральной Ассамблеи ООН, они не являются решениями, которые, как бы, императивными. Это не решение Совета Безопасности. Поэтому мы, конечно, привыкли говорить, что вот международное признание. Но международное признание, на самом деле, оно было не в 47-м году, а тогда, когда Англия получила мандат. И в рамках этого мандата вся территория мандата, и уж точно вся территория к западу от реки Иордан, то есть, включая Иудею и Самарию, это все территория, на которую Израиль имеет вполне себе международные права. И обо всем этом в свое время написал судья Эдмунд Леви, израильский судья, которого израильское правительство попросило подготовить отчет о статусе, о законности израильских еврейских поселков Иудеи и Самарию. Он написал, да, есть с точки зрения международного права, обстановываясь на решении Черчилля, который тогда отсек Иорданию, но не отсек Иудею и Самарию, и на раздел по голландским высотам, которые в свое время Франция, Англия, Британская, так сказать, свои колонии разделили. Все это международные законодательства признают. Таким образом, нет никакой незаконности в израильском присутствии Иудеи и Самарии. Снова, Трамп сделал как бы все, что он мог. Он перенес посольство. Он признал суверенитет над голландами. Он урезал деньги вот этому агентству выдуманных беженцев Бафору, Бафору, Унра. Он прекратил платить деньги палестинской администрации, этой бандитской организации в Романе. Он выгнал из Вашингтона их представителя. Он ввел санкции на Иран. Он ввел понятие экономического подхода. То есть, он сказал, давайте перестанем вытаскивать, выклянчивать у Израиля куски земли в обмен на мир. Давайте поговорим о экономическом подходе. Вот чтобы люди стали жить хорошо просто. И вот в рамках этого подхода, давайте говорить, вот эта Бахрейнская конференция, Сделка Века и так далее. Это все сделано. Где в этом всем Израиль? Увы, Увы, Израиль пока ничего не сделал. То есть, не разогнал палестинскую администрацию в Романе. Не начал массивное строительство в поселении. Не распространил суверенитеты. Здесь требуется наша активность. То есть, Дэвид Фридман фактически открытым текстом говорит, вы вправе, мы не против, сделайте. Только мы же не можем за вас это сделать. Как оно будет дальше развиваться, трудно сказать. То есть, пока что все идет к тому, что будет в Бахрейне конференция. Арабы, палестинские громко хлопнут дверью и откажутся от сделки Века Трампа. И вот тогда может действительно возникнуть настоящая сделка, то есть реальная. Та, по которой Израиль скажет, окей, родина палестинских арабов и Ордания. Мы разделили Эрец Исраиль, страну Израиля на две части. Три четверти вам, арабы. Одну четверть нам, от моря до реки. Все, что от реки и дальше до иракской границы, возьмите себе, сделайте там процветающее государство. Называется оно Ордание. Можете оставить короля, можете выкинуть этого короля. Это ваше дело. В нашу территорию не суйтесь. И распространить суверенитет на большую часть Иудеи и Самарии, на всю часть, на какую-то часть, это уже зависит действительно только от нас и больше ни от кого. И вот тогда действительно может наступить мир. И это будет та самая настоящая сделка Века, которую, в общем, может принести эта администрация. Но во многом это будет зависеть от нас. Мы сейчас, как вы знаете, погружены по уши в предвыборную кампанию. Это ужасно жалко, ужасно обидно, что такое ценное время мы теряем сейчас на новые выборы. Но что делать? Такова жизнь. Будем надеяться, что новые выборы не станут провалом правого лагеря. И Натаньяус умеет создать снова правое правительство. Будем надеяться без оппортунистов, которые, в общем, способны расшатать и испортиться в последний момент. И что мы все-таки успеем использовать удивительное, чудесное время Трампа для того, чтобы провести какие-то мощные сдвиги в геополитической ситуации на Ближнем Востоке в свою пользу. И, в общем-то, к пользе и окружающих арабов тоже, которые тоже только выиграют от того, что закончится война и прекратится вот эта вот ужасная неразбериха и страдания, которые сегодня происходят. Удивительные вещи. Вы перечислили какие-то шаги, предпринятые Трампом в отношении Ближнего Востока, в отношении врагов Израиля, в отношении Израиля. И по-прежнему 71% американских евреев не одобряют политику президента Трампа. Это такая ненависть к Израилю? Это ужасно, жалко, действительно, Сергей. С одной стороны, это совершенно непонятно. С другой стороны, это понятно. В какой-то момент все-таки американские евреи, скажем так, им нравилось быть богатыми дядюшками. Когда Израиль был маленький, слабый и все время ходил, говорил, дайте денежку, дайте денежку, помогите братьям. Им нравилось от щедрот своих давать денежку, видеть, как вот их деньги, на их деньги что-то делается. Потом, когда Израиль стал самостоятельный, то дядюшки забеспокоили, стали нас учить жизни. А Израиль стал говорить, а у нас есть свои интересы, извините, ребята, у вас есть свои представления о мире, у нас свои. Спасибо вам, конечно, за деньги, за политическое влияние, за то, что вы нам очень помогали, мы вас никогда не забудем. Но, ребята, ваша дорога в одну сторону, наша в другую. И вот сегодня есть, у меня такое ощущение, у многих американских евреев такое раздражение, мол, типа, что это Израиль такое сам себе позволяет? Вот мы ему сказали делать, а он не хочет этого делать. Вот, и чем больше, так сказать, то есть, действительно, они немножко потеряли свою, потеряли разумную основу, что ли, вот этой связи между Израилем и евреями и США. Трамп ее вернул. Трамп не еврей. Вот, по внукам евреев, он не становится евреем. Он просто разумный человек, и он прагматик. И он понимает, как разумно сделать, как сделать так, чтобы было максимально хорошо. Вот, и он это делает. И это настолько не похоже на то, что делал Обама, что, увы, так сказать, многие американские евреи этого не сознают. Но мы говорили как-то с вами уже о том, что вот этот джексодус, исход евреев из демократической партии, он будет идти, и в конце концов там останутся только самые одиозные и самые, так сказать, стесняющиеся своего еврейства. Люди с минимальным ощущением, так сказать, еврейства в душе, они не смогут оставаться в демократической партии еще долго, на фоне того, что там теперь играют первые скрипки, такие персонажи, как Ильхан Амар, или Рашид Лаеб, или вот эта вот самая безумная Акасия. Ну, посмотрим, посмотрим, что будет, и, конечно, наши надежды на успех Трампа, дай ему снова Бог здоровья, и на успех его администрации. Ну, а теперь давайте поговорим вот о чем. Серия терактов в Армудском проливе. Кто это делает, зачем это делает, и чего ожидать от этого? Я имею в виду взрыва танкеров. Да, там прошла вторая серия подрывов танкеров. Один танкер мировежский просто даже затонул. Причастность Ирана достаточно очевидна. То есть американские военные даже предоставили видео. На этом видео видно, как подходит иранский военный катер к кораблю, к одному из танкеров, и забирает невзорвавшуюся мину, то есть заметает следы. Но, тем не менее, такие мины были найдены на другом танкере, и, в общем, то, что это сделал КСИР, корпус стражи исламской революции, как бы особого сомнений у нормальных людей, опять же, не у конспираторов, которые просто ненавидят Америку, не вызывает. Но одним из танкеров, который подвергся такому нападению, был японский танкер. При том, что премьер-министр Японии находился в это время с визитом в Иране. Он как бы приехал туда постараться навести мосты, поговорить с иранцами, типа, вот вы нас давно знаете, а мы хорошо... Так сказать, мы знаем американцев, мы их тоже не очень любим, может быть, как-то можно все решить мирным путем. Мало того, что ему сказали, что, мол, Трамп недостоин ответа, так ему, так сказать, хаменаи брякнул, еще и подорвали еще японских танкеров. То есть, как бы, максимальная надпись. И адепты, в том числе в Америке, ну, левые, так сказать, на Западе, в том числе американские левые, адепты Обамы и адепты вот этого договора с Ираном, люди, которые говорили, что иранцы разумные люди, добрые, замечательные, чудесные, просто их не понимаем, надо с ними договориться обо всем. Они, так сказать, ну, зачем, ну, как может, невозможно, не может в голове уложиться то, что иранцы будут поступать так глупо. Это же так глупо, ведь приехал к ним японец, чтобы как-то разрулить конфликт, а они будут такую провокацию, нет, не может быть, чтобы они это сделали. Вот когда я читаю в американских газетах мейнстримных, что просто не может быть, чтобы это были иранцы, не могли же они такую глупость сделать. Я всегда вспоминаю одну историю, очень поучительную, которую рассказывал Мордехай Кейдар, известный израильский востоковед. Я думаю, что я рассказывал ее в нашей передаче, но я позволю себе еще раз ее процитировать. Накануне размежевания, то есть ухода Израиля из Газы, Мордехай Кейдар, как человека очень известного, с огромным опытом, 35-летним опытом работы в военной разведке Израиля и специалиста по арабской культуре, его пригласили на какой-то американский форум научный, где обсуждали перспективы того, что Израиль уйдет из сектора Газы. Это был 2005 год. И вот Мордехай Кейдар сказал, приехали на этот форум, вы там гостиница, все очень красиво, все очень с почтением. Выходит один профессор и говорит, вот когда Израиль уйдет из Газы, то местные жители смогут объявить себя зоной беспошлиной торговли и станут таким вот ближневосточным Сингапуром. А другой выходит и рассказывает, что они смогут создать порты, которые фактически свяжут Африку, Азию и Европу и станут ближневосточным Сингапуром. И третий тоже такой рассказывает про то, что вот у них там такая инфраструктура, которая ставит Израиль, и они смогут стать ближневосточным Сингапуром. И Мордехай Кейдар сидит, в общем, ну не то, что он посмеивается, он грустит, конечно, но молчит. А ему говорят, ну вот вы приехали из Израиля, расскажите, пожалуйста, как ваше видение этой ситуации? Он говорит, ну меня же пригласили на конференцию, попросили выступить, не могу же я просто отмолчаться. Ну хорошо, говорит, я выхожу, подхожу к карте, и вот показываю, вот смотрите, говорю, сейчас, когда израильская армия контролирует сектор газы, то террористы с помощью своих ракет могут обстреливать вот такой радиус, и прочерчивая вокруг сектора газа, значит, радиус, который могут достигать маломощной ракетной установки из глубины сектора. Когда же Израиль выйдет из сектора газы, то ракетные установки, поставленные вдоль границы, смогут достигать вот такого радиуса, и прочерчивая радиус, там, включая телегу. Ну, говорю, вот, вот все, что я могу сказать на эту тему. И там, конечно, шок, все эти профессора, экономисты, хлопают глазами, разводят руками. Один встает и говорит, ну зачем? Зачем они будут это делать? То есть вот столкновение разных ментальностей. Американский профессор экономики, неважно, он социалист, не социалист, левый, правый, он рассуждает, вот как сделать, чтобы было хорошо. А Мардыхай Кедар, живущий на Ближнем Востоке, 35 лет отдавший военной разведке Израиля, понимает, как это будет у мусульман, наших родных арабских мусульман. И вот так же говорить, когда адепты Ирана говорят, ну как же, зачем же они подорвали танкеры, когда к ним приехали, что они хотят нарваться на войну? Да, именно так. И мусульмане, конечно, шиитские, вот эти самые аятолы, ксир, все эти бандиты ведут себя точно так же, как и Хамас, потому что Хамас в каком-то, в общем-то, в значительной мере, их сателлит, их избалла. Они стреляют и не признаются, пытаются какую-то гадость делать, потом не признаются и пытаются давить на своего противника таким образом и вносить раскол во вражеский стан. И мы уже видим, некоторые газеты, которые в меньшей степени дружат с мозгом и, так сказать, соблюдут свою репутацию, они уже объяснили, что все это заговор неоконсерваторов Израиля и Саудовской Аравии, что Помпео, значит, и Болтон, и израильский премьер Натаньяу, и саудовский вот этот самый принц наследный, они это все организовали специально, чтобы подставить Иран. В разных конфигурациях это, так сказать, конспирация о подрыве танкеров, она уже гуляет по англоязычному интернету. Причем не то, что какие-то отмороженные персонажи, нет, вполне себе такие, более или менее. Тем временем две компании нефтеперевозок уже заявили, что они уходят из Персидского залива, потому что, ну, танкеры терять никто не хочет. То есть, действительно, возникает реальная проблема. После первой волны такой, которая была в мае, Трамп вел себя очень сдержанно. Как он будет вести себя сейчас? Сложно сказать. Дело в том, что вот это вот военное столкновение, военное решение, оно выгодно иранскому режиму, потому что в случае войны он тогда обращается к своему народу и говорит врагу ворот, нас подпирают, на нас напали, проклятые американцы, объединимся вместе и на национальных чувствах вполне могут подавить и внутреннее ощущение у народа, который обманули, которому обещали экономический расцвет, никого расцвета не случилось, только наоборот. И какие-то внутриэтнические напряжения в Иране, все это будет забыто перед лицом внешней угрозы. Если Трамп промолчит, тем более хорошо, потому что если он смолчит, он потеряет возможность влиять. И Китай, Россия, Корея, Северная, они внимательно смотрят, как Трамп отреагирует. И вот здесь, конечно, у меня надежда, что в команде Трампа просчитаны эти варианты. То есть, когда Америка шаг за шагом, медленно, но жестко закручивала кран санкций, она понимала, что Иран, зажатый в угол, будет вести себя все более агрессивно. И я очень надеюсь, что у Трампа есть заготовлены какие-то решения, просчитанные решения, как вести себя в этой ситуации. Потому что действительно просто, так сказать, грызнуться и всей мощью вдарить по Ирану, Иран только этого и ждет. Ему это очень нужно. Значит, не вдарить совсем, это в значительной мере, и если это не приведет к крушению режима иранского, это повредит репутации и, в общем-то, так сказать, понятно, что после этого все распорясаются. Значит, додавить санкциями, при этом не переходя в формат полноценного военного конфликта, очень, очень интересно и тревожно одновременно. И будем смотреть, что будет дальше. В конце концов, так сказать, Иран сейчас рискует, он идет пан или пропал. Ему, так сказать, идти воевать, как с горкой катиться. Вот для США эта война, вот такая открытая, большая, большое военное столкновение не выгодно ни по каким параметрам. И здесь я очень надеюсь, что продуманы шаги, которые, с одной стороны, нейтрализуют вот эту вот диверсионную иранскую деятельность, с другой стороны, не дадут им спровоцировать полномасштабный военный конфликт, который выгоден иранскому руководству и не выгоден для, как бы, в планах разрушения не государства иранского, а именно власти иранской, сокрушения иранских режимов и сохранения, так сказать, добиться того, чтобы иран развалился изнутри, а не под действием внешних сил. Ну, а дальше, конечно, уже есть много разных вариантов. Сегодняшний Иран в том формате, ком существует, он не должен больше существовать. Там есть, по меньшей мере, 20 разных народов, которые могут создать отдельные государства, и это именно то, что должно случиться и принести, в общем-то, стабилизацию в регион. Ну, посмотрим. Спасибо, Александр. Давайте, наверное, мы сделаем перерыв, после чего вернемся, обязательно продолжим. Возвращаемся в программу «Открытый диалог». Напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас будут вопросы к Александру, пожалуйста, звоните и сдавайте. Из Иллинойс народ бежит, массово уезжает из Нью-Йорка, из Калифорнии. Ну, понятно, правление демократов приводят вот к таким последствиям. А что же происходит в Израиле? Да, вот буквально недавно прошла очень интересная информация, которую израильские новостные сайты, мейнстримные, так сказать, неблаговолящие к правлению Натанияу постарались дать как можно в более низком формате, так между делом, как бы, чтобы оно потерялось. Но, тем не менее, все-таки новость достаточно значимая и заметная. Значит, дело в том, что в этом году, ну, по итогам, как бы, это все немножко со сдвигом, то есть мы говорим о 18-м году, потому что подводят итоги сейчас. Так вот, по итогам 18-го года мы находимся, мы в Израиле, находимся в, как бы, в самом нижнем пике отъездов из Израиля, так называемая ереда. То есть вот есть алия, это когда евреи приезжают в Израиль, а есть, соответственно, ереда спуск, когда евреи покидают Израиль. И эта ереда, она всегда была достаточно значительной, особенно в трудные годы. То есть чем труднее было здесь жить, тем, конечно, меньше людей или больше людей не выдерживало и уезжало. И были времена, когда, так сказать, те, кто уезжали из Израиля, они подвергались с астракизмом со стороны израильтян, оставшихся, мол, типа, вы буквально предаете нас, бежите, как крысы с корабля и так далее. Потом все стало, конечно, государство стало более нормальным, более спокойным, без надрыва, без необходимого каждодневного героизма. И, в общем, относятся, ну, уехал, ну, бывает по-разному. Так сказать, кто-то приехал, кто-то уехал, но все равно существует достаточно, так сказать, ну, немалое количество людей, которые уезжают. Так вот, сейчас, к 18-му году мы находимся в самом низком за всю историю Израиля, вот этом вот, как бы, отъезде израильтян. Что происходит? На самом деле, израильская статистика, израильское бюро по статистике и переписи населения, она считает как? Если человек уехал больше, чем на год из Израиля, он, считайте, уже, как бы, сошел, я рад, спустился из Израиля. Вот. Потом он может снова вернуться и снова, как бы, его посчитают уже как гражданина Израиля. Но когда он уехал, все, извини, год прожил за границей, ты уже, как бы, покинул Израиль. В отличие от той самой палестинской администрации, которая 50 лет еще будет считать человека живущим в Удейсамаре. Так вот, в 2018 году из Израиля уехало 15 тысяч человек, 9 тысяч вернулось. Таким образом, отрицательный баланс составил 6 тысяч человек. 6 тысяч человек покинуло, как бы, в целом, кто вернулся, кто уехал, 6 тысяч, минус 6 тысяч. Это был баланс, так сказать, отрицательный баланс Израиля, и он минимальный за всю историю страны. В 60-е годы, как я уже сказал, ситуация была сложнее, и десятки тысяч в год уезжали. То есть, отрицательный баланс составил десятки тысяч в год. Теперь понятно, что, как бы, это минус 6 тысяч, это не является прибавкой, наоборот, уменьшением населения Израиля, потому что есть еще смертность и рождаемость, это отдельная статья. Есть, наконец, тысячи репатриантов, которые приезжают в Израиль. Это все не засчитано. То есть, засчитано только, кто из граждан Израиля уехал, и кто вернулся обратно. И вот этот самый минус 6 тысяч, минимальное, как бы, много это или мало для страны вроде Израиля. Вот возьмем Швецию. Швеция страна по размеру, по размеру населения, разумеется, не по территории. Примерно такая же, как Израиль. Там отрицательный баланс составляет 56 тысяч. Вот в прошлом году 56 тысяч человек. 56 тысяч уехало, теперь кто-то приехал, но среди приезжающих в основном приезжают иностранцы. Не граждане Швеции, которые возвращаются в Швецию. Таких очень немного. А приезжают мусульмане. То есть, там происходит замена населения. 56 тысяч шведов коренных уехали в 18-м году. Сколько-то тысяч, у меня нет этих данных, мусульман заехали. Александр, я вас остановлю в этом месте. Давайте попробуем принять звонок, а потом вернемся к этой теме, если не возражаете. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Александр. У меня сначала вопрос к вам, Сергей. Вот вы сказали, 71% евреев поддерживают демократическую партию. Я могу со 100% уверенностью сказать, что это абсолютно не так. Но, смотрите, мои родственники живут здесь более 90 лет. Так? И я в очень близких отношениях. Они мультимиллионеры, они высшая элита. Значит, они нигде, они все, никто нигде не зарегистрирован, они многочисленные родители, они все независимые. Да, они иногда давали демократам, иногда давали республиканцам, но сейчас у них 100% поддержка, подчеркиваю это слово, 100% поддержка Трампа. Они начали его поддерживать, даже раньше, чем я к этому склонился, что у меня Трамп был, скажу честно, на четвертом месте. Тед Круз был на первом. Конечно, теперь я в восторге от Трампа. И так далее. Это вот, и эта цифра, она гуляет, эти цифры гуляют, 78%, она абсолютно не отражает сегодняшнюю ситуацию все время. Да, встречаются уроды, это правда. Это к вам, так сказать, я не знаю, то ли вопрос, то ли нет. А к Александру у меня такой вопрос. Я, скажу честно, я на Танягу знаю лично. Ну, была вечеринка такая небольшая, которую устроили друзья мои, родственные, да я с ним там познакомился. Скажу честно, он мне не понравился. И я бы, честно говоря, хотел, чтобы он ушел, чтобы вот эта каденция была последняя. Он хороший человек, я ему желаю всего хорошего и понимаю, что это абсурдные эти обвинения против него. Но тем не менее, я бы хотел, чтобы он ушел. Вот кого увидите, кого увидите после этой каденции или следующей, кто был следующим главой, главой кабинета министров, главой государства. Ну, главой кабинета министров. У нас глава кабинета министров, он же является главой государства по факту. Окей. Вопрос именно как бы правильно поставлен. То есть, действительно, есть люди, которым, ну, не нравится вам, Натаниал, ну, что поделать. Не нравится и не нравится. Но кто может его заменить? И вот тут мы действительно видим, что ситуация очень в Израиле непростая. По сути дела, если мы посмотрим на истеблишмент израильский, политический, справа налево, и я сейчас говорю не только о правых, я говорю и о левых, и о правых, о всех тех, кто потенциально мог бы заменить Натаниал технически, возглавив крупную партию. Это люди, скажем так, совершенно другого интеллектуального уровня. И многие из них замешаны в, как бы, очень глубоко увязли в коррупции, причем не столько даже политической коррупции, сколько иногда буквально уголовный, уголовных преступлениях. То есть там не какая-то, так сказать, политическая преступность. Там реальный, реальный уголовный подоплек. И в целом, как бы, все эти потенциальные заменители Натаниал, они, скорее всего, нас, в общем, приведут снова к третьему миру, где Израиль обретался, пробивался, рубился головой в потолок, но оставался в рамках третьего мира. То есть развивающейся страны с очень серьезными проблемами внутренними, потому что, на самом деле, ведь наши проблемы не только гоблины на всех границах, сумасшедшие и злобные, не только отсутствие ресурсов, которые сейчас потихоньку, немножко, как бы, скрасилось тем, что мы нашли на шельфе нефть. Наша проблема в том, что у нас разное население, и далеко не все евреи, израильские, это люди, приехавшие, так сказать, из крупных городов с хорошим образованием, люди, которые вписываются легко в элиту западного мира интеллектуальную. Нет, 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 у нас очень много разного, сложного населения с, как бы, лаконами в образовании, и, в общем-то, сегодня, на мой взгляд, колоссальная заслуга Натаниелу, что он, так или иначе, тащит уже 10 лет подряд, тащит Израиль, как бы, в европейскую сторону, не в сторону, в смысле, так сказать, европейского мультикультурализма и политкорректности, а в сторону вот того, что мы раньше называли европейским уровнем жизни, то есть западный уровень жизни и, так сказать, западные ценности. И Натаниелу на сегодняшний день из реальных политиков, способных возглавить государство, он такой единственный, то есть он не худшее зло, а он, как бы, максимальное добро. Это не то, что, как бы, все другие еще хуже, они действительно все другие еще хуже, но они, как бы, и не в этом направлении вообще идут. Поэтому, если вы говорите о возможных преемниках, скажем, сегодня в Ликуде и возле Ликуда есть несколько молодых, достаточно перспективных политиков. Во-первых, многие говорят об Айелет Шакет. Айелет Шакет очень молода и пока что, в общем-то, ее политический опыт недостаточно велик, но, судя по всему, в ней есть вот это что-то внутреннее, такая твердость и внутреннее ощущение того, что благо общества важнее то собственного блага. Вот это вот, как бы, что бы ни говорили о Натанияу, на самом деле, он такой, он действительно делает вещи, которые важны для Израиля, пусть даже в ущерб своему личному политическому, как бы, благу. Вот, я других таких в окружении его и в Ликуде, и вне Ликуда, я таких таких не вижу. Вот есть Шакет, есть недавно назначенный Натанияу министр юстиции Амиро Хана. Человек очень интересный и очень, как бы, многосторонний. Вот, в нем тоже, я с ним встречался, я видел в нем вот эту вот внутреннюю какую-то такую вот ясность и твердость, последовательность, консервативность, правую, правую взгляд, при том, что он, так сказать, гей, он не стесняется этого, у него нет с этим никаких проблем, и у других нет никаких проблем, потому что он не делает из этого фетиш. Это просто часть его личных качеств. А кроме этого, он еще и очень успешный политик, один из авторов закона о национальном достоянии, национальном характере государства Израиль. Вот он, мне так же кажется, но он тоже достаточно молод еще, и тоже у него политического опыта недостаточно. Поэтому, как бы, сегодня, я бы подпочел, чтобы Натаньяу еще оставался лет 5-6, может быть, больше, премьер-министром, пока возле него подрастут вот эти молодые ребята, Шакет, Ахана, есть еще люди, так сказать, во втором эшелоне, как бы, которые тоже могут стать потенциальными заменителями. А иначе, в общем, я очень боюсь, что если все-таки совокупными усилиями гномов и карликов удастся свалить Натаньяу, то мы просто, не то, что свалится Натаньяу, а Израиль из вот того процветающего государства, в котором мы превратились в последние 10 лет, и те, кто сюда здесь живут, и те, кто приезжают сюда, видят, насколько все изменилось за последние 10 лет. Мы снова покатимся по наклонной, будем страной третьего мира, ближневосточной, чуть богаче Ливана, чуть демократичнее Египта, но не более того. Александр, давайте попробуем принять еще звонок. Добрый день, пожалуйста, а не дождался радиослушатель. 847-400-5200, телефон нашей студии. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, господа. Вы знаете, вообще я сильно, это вопрос очень такой, сильный, что задал предыдущий гражданин. Можно ли, наверное, как-то вам представить кого-то, из тех, кого перечислили на уровне премьер-министра для государства Израиль. Но касаясь мирового, так сказать, Нитаниаху вхож практически в каждое, в каждое правительство, которое существует в мире. Я себе не представляю, я не думаю, что есть пока такой человек, который может быть такой интернациональный успех, такой национальный респект, как говорят, как Нитаниаху. Это будет очень настрой. И теперь вернуться к этому вечно больному вопросу американские евреи. Американские евреи, американские евреи. Действительно, есть здесь большая часть евреев, которые я лично знаю, американских, очень богатых, которые всегда были правыми, есть правыми, которые посылают своих детей в израильскую армию. Но, вы понимаете, вопрос в том, что, я даже не знаю, вот как, вот здесь говорят, Сорос, он что, еврей, да, ну да, он родился евреем, а что еврейское в нем, что, никогда не был в Израиле, ненавидит Израиль, никогда ему не помогал. В чем же еврейство? Такое же большинство, к сожалению, американских, их Израиль просто не интересует. Абсолютно их это не интересует. Поэтому называть, я даже не знаю, как можно называть евреев, в чем же их еврейство заключается, аж ни в чем. Поэтому я не буду делать такие пессимистические, но я думаю, надеюсь, что со временем все-таки какое-то количество перейдет. Я не думаю, что мы доживем, что когда-то будет 50-50 в Америке. Но если будет 60-40, это будет тоже прекрасно. Но на позицию Нитиньяку я себе, ну не представляю, именно такого лидера, которого действительно, он ездит в Индию, он ездит в Россию, он ездит в Америку, он ездит, куда бы он ни поехал, он имеет респект. Его уважают за его работу, за его ум, за его действия. Такого у вас, к сожалению, насколько я знаю, не вижу. Может быть, вы видите, я не знаю. Спасибо, Александр, большое за программу. Спасибо. Короткий комментарий к вашим словам. Именно так, действительно. То есть, помимо, я говорил сейчас об экономических возможностях и знаниях, способностях с Натаньяо, но вы совершенно верно отметили, на международном уровне он политик первой категории, первой линии. Не случайно он действительно вхож и в Белый дом, и в Кремль. И не случайно на следующей неделе в Израиле пройдет единственная такая встреча, я не помню, чтобы она когда-либо в истории происшествия проходила, чтобы в Иерусалиме как бы израильский секретарь по вопросам национальной безопасности приглашает своих коллег из США и России, Болтона и Патрушева, и там втроем они обсуждают втроем без Ирана, без Сирии, без европейцев, без африканцев, без марсиан, втроем обсуждают как обустроить Сирию без Ирана. Если бы на месте Натаньяо сейчас оказался кто угодно другой, Гедон Сар или Бенни Ганс, так сказать, это люди, которые настолько не в той же лиге, что Путин и Трамп, то, конечно же, никакого шанса на проведение такой конференции никто бы не поехал, то есть ни Трамп, ни Путин не снизошли бы вообще до общения с каким-то Бенни Гансом при всем уважении к Бенни Гансу или там Гедону Сару, ну кто эти мальчишки вообще, чтобы эти люди, эти руководители таких мощных и сильных государств, чтобы они вообще с ними разговаривали. А с Натаньяо не разговаривает, потому что понимает, что за ним сила, способность убеждения, позиции, которые, как вы точно заметили, он и с Китаем, и с Индией, и со странами Африки, и со странами Южной Америки, и со странами Азии, все у него схвачено и со всеми договорено, с таким человеком можно что-то обсуждать и закрывать на равность. Этого, такого другого, к сожалению, у нас нету. Но что значит, к сожалению, такие политики не рождаются каждый день. Это не то, что, то есть, израильтяне такие умные, вот они вместо Натаньяо у кого-то другого найдут. Нет, нигде в мире таких политиков не бывает часто. Поэтому надо пользоваться тем, что есть сейчас время Трампа, есть время Натаньяо, и максимально много сделать успеть, постараться успеть сделать для Израиля. Давайте, принимаем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я каждый день смотрю, читаю МИГ и делаю вывод. Я не политик, но любитель и патриот Израиля. делаю выводы о том, что нет у вас другой замены. Действительно, вы правы, предыдущий тоже выступал прав, потому что он политик, он дипломат, он пользуется авторитетом. Возьмите Либермана, нашего кишиневца, что он там мутит воду у вас? Скажите, что у него есть? Как он смотрит прошлое Израиля, как он смотрит настоящее, как он смотрит будущее, он кроме себя ничего не знает. Я его знаю как ученика, я его знаю как самсомольца, и он ничего нигде не выдвигался. Что-то почему-то у вас в Израиле его так возвышают. Будьте любезны, ответьте мне. Ну, если вы спрашиваете, что я могу сказать? Либерман, безусловно, очень умелый и ловкий политик. Он сумел создать партию, которая остается актуальной на протяжении многих лет. как политик, он действительно добился многого. Но, как общественный деятель, в общем-то, он не добился ничего, ровным счетом. То есть, если мы посмотрим на все его заявления на протяжении многочисленных избирательных кампаний и, так сказать, за десятилетия его политической и общественной работы, было ли что-то, что вот он сказал и сделал, чего он добился, не упомню ничего. То есть, возможно, его адепты вспомнят и найдут как что-то. Я не принадлежу к его сторонникам, честно скажу. Но я действительно не помню ничего такого, что ему удалось сделать. Он много чего обещал. Например, говорил, я стану министром обороны и за 48 часов расправлюсь с Хамасом. Он стал министром обороны, ничего не сделал. Он обещал добиться улучшения финансового обеспечения приехавших репатриантов из постсоветского пространства. Не было ничего там. Было много разговоров. Он демагог. Он умеет, популист, умеет ловко завести публику, особенно публику, скажем так, малоинтеллектуальную и не очень образованную. Он умеет разжигать ненависть. В свое время он создал свою партию на ненависти к арабам. Собственно, к сожалению, арабов есть за что не любить, и он этим пользовался. Сегодня он строит свою политическую кампанию, обращаясь к самым низменным чувствам неприязни к религиозным евреям. И его политическая кампания, сейчас же у нас, кстати, очередные выборы в разгаре, она все больше напоминает такую какую-то черносотенскую, памятную, какой-то вот подход. То есть, если перестать, если вместо религиозных еврей сказать просто еврей, то просто будет обычная черносотенная, такая вот, черносотенный пасквиль и возведение клеветы напраслено на людей. Это очень неприятно. Крайне неприятно, потому что вот, как бы, хватает у нас и так проблем снаружи, еще вот он сеет этот раздор, и, конечно, то, что эти выборы, мы пошли на них, это по его вине, потому что он решил, что таким образом он заработает себе больше политический капитал. Все это очень неприятно, и, действительно, он точно не является тем политиком, которому можно доверить управлению государством. Так сказать, я сегодня, сказал бы, даже жестче, я не хотел бы, чтобы он вообще был министром в правительстве. Вот. Но, когда мы смотрим на остальных политиков израильских, действительно, это совершенно другой уровень. Это уровень страны третьего мира, увы. И единственным политиком западноевропейского масштаба, так сказать, высшей лиги, у нас остается один единственный. о ней. Спасибо. У нас осталось буквально две минуты времени, а хотелось бы услышать о конференции, которая состоялась в Португалии. Да, ну вот, это как бы, это все, возвращаясь к тому, о чем я начал говорить, о том, что израильский, вот этот Еридат, находится в самом низу, это все тоже не случайно. Дело в том, что большое количество возвращающихся израильтян и малое количество уезжающих израильтян. Это опять же результат того, что Израиль за последние 10 лет очень изменился. Мы смотрим на экономические показатели Израиля, мы видим, что Израиль стал, действительно, вписался в Европу и стал не просто одной из последних европейских стран, а одной из, как бы, где-то в серединке, даже немножко выше серединки. И по главовому национальному продукту в пересчете на душу населения. Мы, так сказать, среди таких стран, как Англия и Франция. То есть, жить стало в Израиле лучше и с одной стороны. С другой стороны, антисемитизм, который сегодня бушует в Западной Европе, подгоняет многих евреев. И те, кто раньше жили в Европе, им было там хорошо, сегодня начинают все больше задумываться о том, не стоит ли вернуться домой. И вот в рамках этого, как бы, опять же, в контексте этого всего, мы видим, что в мае произошла очень интересная конференция в португальском городе Костелло Давида. Там это была конференция потомков анусим, потомков евреев, которые были насильно крещены 500 лет назад, которые жили, 500 лет они живут, как обычные португальцы или испанцы. Но сегодня у них пробуждается интерес к своим давним истокам, интерес к Израилю. И они начинают говорить, мы вообще-то потомки евреев. А судя по исследованиям некоторым, до 25% населения Иберийского полуострова это потомки евреев. И около 20 миллионов жителей Бразилии это тоже потомки евреев. То есть потенциал неисчерпаемый фактически. И эти люди сегодня говорят, мы хотим стать евреями, мы хотим приехать в Израиль, мы хотим стать частью еврейского государства, потому что это кул, потому что это круто, потому что, когда опять же мы сравниваем ВВП Израиля 42 тысячи долларов в год, и ВВП Испании 32 тысячи, и ВВП Португалии 24 тысячи, и Бразилии 9 тысяч. И это тоже стимул. То есть человеку хочется жить в более комфортном, богатом, успешном государстве. И как бы мы действительно почти не заметили этого, но за последние 10 лет Израиль абсолютно изменился. И это изменение, оно влияет не только на нас самих, но и на отношения других народов к нам. И очень хочется, чтобы это продолжилось и сохранилось. И действительно, как только что мы говорили, совершенно не факт, что при другом раскладе в правительственном каком-то. Я не говорю уже даже о том, что левые придут в власти, которые способны угробить все что угодно. Но даже просто немножко другое правое правительство без столь успешной экономической и международной дипломатической политики. И, в общем, мы не сможем продолжать быть такими замечательными, привлекательными, даже для тех, кто 500 лет не помнил о своем юридестве. Александр, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. До доброго.